Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Болодин. Ну что, друзья, сегодня я вам расскажу о смартфонах, которые можно описать, знаете, одним словом. Подарки. Потому что эти модели предлагают очень хорошие характеристики и при этом еще и удивляют своей низкой ценой. Да, я думаю, что вы сами даже не поверите, что такие смартфоны и могут стоить настолько дешево. Так что обязательно смотрите это видео до конца и что-нибудь себе недорогое, но при этом хорошее, да и подберете. Короче, давайте не тратить время не зря. Подписка, если вы еще до сих пор не подписаны. Хотя, честно сказать, это уже как-то удивительно, ну согласитесь. Лайк. Попчасти. Что ты на меня смотришь? Ты думаешь, я молчу? Я мысленно, понимаешь? Я мысленно людям отправляю информацию, что у нас есть свой телеграм-канал, и они могут на него подписаться. Молчу я. Это ты молчишь. Итак, начнем мы с вами с Redmi A2, который, знаете, я даже могу назвать таким эталонным ультрабюджетником. Все-таки здесь Xiaomi нашла, можно сказать, такой отличный баланс цены и характеристики. По итогу получился очень достойный аппарат из категории «могу себе позволить». В общем, в этот смартфон поставили Helio G36, который, конечно, нельзя назвать прям мощным, но зато его более чем достаточно для повседневных задач. Все-таки смартфон управляется чистым Android 12 Go, и в системе нет никакого там дополнительного мусора, который бы мешал нормальной работе. Так что вы сможете не только нормально посидеть в социальных сетях, но и еще попереписываться, например, в мессенджерах, или там, например, посмотреть ютубчик. Правда, вот игр, вы знаете, он тебя не так себе, и плюс-минус нормально, чтобы поиграть, то у вас получится только в какие-то простые аркады. Но зато, например, у вас никогда не будет проблем с недостаточным количеством памяти. Ведь этот смартфон, знаете, как бабка под подъездом, поглощает в себя любой объем информации. Да, этот смартфон выпускается только с накопителем в 32 гигабайта, но зато поддерживаются карты памяти до 1 терабайта. Ну и также, конечно, хочется похвалить автономность, потому что с этим железом аккумуляторов 5000 мАч должно точно хватить даже на 2 дня. В остальном же это стандартный ультрабюджетник с HD+, дисплеем и средненькой такой камерой. И вот единственное, чего ему все-таки не хватает, так это NFC. Хотя, знаете, учитывая, что Redmi A2 стоит всего 100 долларов, я считаю, что ему это можно и простить. Не, ну конечно, если зайти, например, на e-каталог, то с помощью фильтра по характеристикам вы сможете найти и более дешевый смартфон. И там даже будет и NFC. Но все же, если вы начнете их сравнивать с Redmi A2, то, знаете, вы быстро поймете, что, по сути, у этого смартфона мало альтернатив за эти деньги. Ну а все же, если вы найдете дополнительные 10 долларов, то можете взять, например, уже Nokia G11, который по некоторым параметрам даже обходит Redmi A2. Ведь у него не только есть NFC, но еще и дисплей с повышенной частотой обновления. Только если вы будете брать, то лучше сразу зайдите на e-каталог. Ведь там можно быстро найти товар под свои параметры не только в Украине, но теперь еще и в Польше с самой выгодной ценой и не переплачивать. А, чуть же не забыл упомянуть. У Redmi A2 есть еще и плюс-версия. И вот если вы, например, возьмете и посмотрите просто на характеристики, то я уверен, что вы не сразу и поймете, в чем между ними разница. Но разница есть. И это все сканер отпечатка пальца. Да, ведь в обычном Redmi A2 его нет, а вот в Redmi A2 Plus он есть. Но все же плюс-версия и стоит немножко дороже. Так что все-таки перед покупкой подумайте, насколько оно вам нужно. Все же, вы знаете, вот в последнее время меня ультрабюджетники от Motorola все чаще удивляют. Меня они даже удивляют больше, чем мой оператор Руси, когда приперся на работу без обуви. Помнишь? Че ты тогда пришел без обуви? Что значит забыл о день? Тебе не холодно было? Ничего, что ли зима на дворе? Прямо по пояс не чувствуешь или что? Да, тут, конечно, не позавидуешь. Да не тебе. Жене твоей будущей не позавидуешь. Ты-то тут при чем? У меня, знаете, даже складывается такое ощущение, что все вот эти вот годы компания следила за конкурентами и училась на их победах и ошибках. И в итоге теперь она выпускает такие прикольные трубки, как Moto G23, который дает очень много, но при этом за небольшую цену. Ну, например, это один из немногих смартфонов из сегодняшней подборки, который получил не только объемный аккумулятор, но еще и быструю зарядочку в 30 ватт. В итоге Moto G23 может прожить целый день даже при активном использовании и заряжается с нуля где-то примерно за час. И для такой цены, знаете, это даже круто. Ну, ко всему он получил еще и далеко не самый плохой процессор. И может, конечно, Helio G85 и не удивляет прям баллами в синтетических тестах, но зато он выдает хорошую производительность в повседневном использовании. К тому же в базовой версии этого смартфона ставят сразу 8 гигабайт оперативной памяти, что тоже хорошо сказывается на производительности. В итоге смартфон не тупит на каждом шагу, а приложение открывается даже быстрее, чем двери лифта в вашем подъезде. И даже поиграть сможете, например, в Call of Duty на минималках со стабильной частотой кадров. И вот Motorola настолько были уверены в производительности вот этого Helio G85, что даже поставили в G23 быстрый дисплей с частотой обновления в 90 Гц. Не, ну, конечно, в играх это не пригодится, но зато, например, менюшки или, например, ленты Инстаграма листаются однозначно плавно. Правда, как и у многих смартфонов в этой ценовой категории, здесь установлен всего лишь дисплей с HD+, разрешением. Не, ну не то, чтобы это прям проблема, но если вы до этого пользовались смартфоном там баксов за 200 или 300, то вы, я уверен, сразу заметите, что экран не такой четкий. Да и, кстати, камера, вы знаете, здесь тоже неплохая, ведь фото получается с низким количеством шумов и еще и хорошей цветопередачей. И вот если я, например, буду на эту камеру фоткать моего оператора Русика, то он меня будет расстраивать, а детализации этой камеры нет. Ну и, кстати, когда вы присматриваете, например, себе недорогой смартфон, то не стоит игнорировать малоизвестные бренды. Нет, ведь некоторые компании действительно стараются, действительно, и у них получаются очень интересные модели. И вот, кстати, сейчас я именно о такой и расскажу. Но перед тем, как продолжить, лови совет. Вот, значит, твоя жена прицепилась к тебе и просит, чтобы ты сделал ей фото на фоне серии. Ну, сделай ты несколько кадров, а потом включи мои видео и делай вид, что дальше снимаешь, а сам смотри мои обзоры. Все, понимаешь, и ей приятно, и тебе полезно. Да, конечно, потому что это же бестолк. Ты же все равно понимаешь, что по итогу ни одна фотография с тобой снятых все равно ей не понравится. Ой, ладно, не благодари, отписывайся. Итак, продолжим. И вот из малоизвестных вот этих вот брендов сейчас, например, выделяется особо техно. И, к примеру, их Common 19 Neo показывает, что смартфоны из одной ценовой категории могут получиться абсолютно разными. Ведь эта модель стоит примерно столько же, как и предыдущий Moto G23, но при этом получила другие характеристики и фишки. И вот если взять тот же, например, дисплей, то техно решили пойти на такой небольшой компромисс и поставили панель без быстрой частоты обновления. Но при этом смартфон получил большую панель на 6,8 дюймов с Full HD Plus разрешением. Потому, может, конечно, дисплей у Common 19 и не будет таким плавным, как у той же самой Motorola, но при этом он выдает все-таки более четкую картину. Ну и ко всему техно сделали в своем ультрабюджетнике еще и акцент на камеры. Не, ну, конечно, понятно, что в таком ценовом сегменте сложно встретить прям камерафон, но все-таки Common 19 Neo смог выделиться качеством съемки. Все-таки фотографии получаются четкими, и смартфон еще и сохраняет нормальную детализацию даже при плохом освещении. Ну и единственное, что мне не нравится, это то, что иногда камера все-таки перебарщивает, я считаю, ну, алгоритм. Камеры перебарщивают с легкостью. Ну, хотя, с другой стороны, такие деньги, нормально. При этом техно же еще решили не экономить на процессоре и поставили все тот же Helio G85. Так что можете рассчитывать на хорошую работу системы, еще и стабильную частоту кадрового в играх, правда, при минимальных настройках графика. Понимаете? Ну а что еще нужно, чтобы день на работе прошел быстрее? Ну что еще нужно? А, еще ж, конечно, чтобы был халявный кофеек, да, Русь? Вот тогда день вообще пролетает, как секунда, да? Но все же без компромиссов тоже не обошлось, ведь компания Текно решили сэкономить на зарядке. И в итоге при аккумуляторе в 5000 мАч вот этот вот смартфон поддерживает блоки всего лишь до 18 Вт. И да, я знаю, что технически это считается быстрой зарядкой. Но, знаете, для такого аккумулятора я считаю это маловато, и смартфон будет заряжаться очень долго. Так что если купите этот смартфон, то все-таки свою кровать стоит поближе придвинуть к розе. Так что если подвести черту, то получается, что Canon 19 Neo выделяется Full HD дисплеем и хорошей камерой. А вот фишка Moto G23 уже в быстром дисплее и более мощной зарядке. Ну а что для вас важнее смартфона и какую из этих двух моделей выбрали бы вы, напишите обязательно об этом в комментариях. Ну и ясное дело, что говоря о дешевых смартфонах, ну никак нельзя пропустить компанию Poco. Знаете, она как это, как сотрудница, которая пришла на работу в мини-юк. Привлекают внимание многих. Да, Русь? Ну да, компания все-таки, как говорится, собаку съела на ультрабюджетниках. А вот Poco M5 вообще получился, ну капец каким интересным. Ну, во-первых, в своей ценовой категории это вообще чуть ли не самый мощный смартфон. А все дело в том, что Poco M5 получил процессор Helio G99, который выдает хорошую производительность, но при этом за небольшие деньги. И вот, чтобы вы понимали, он в Geekbench набирает 1900 баллов, что на уровне уже более дорогого Redmi Note 11 Pro 5G. Да, так что этот смартфон справится не только с базовыми повседневными задачами, но и с играми. Во-вторых, он получил еще и неплохой дисплей, частотой обновления в 90 Гц и Full HD разрешением. И слово, как для такой ценовой категории, то это прям супер. Но все же ради всего вот этого, конечно же, компания Poco пошли и на некоторые компромиссы. Ну, вот, к примеру, здесь не самая мощная зарядка 18 Вт. И понятно, конечно, что с таким аккумулятором этот смартфон спокойно протянет до конца дня, но все-таки поддержка блоков в 30 Вт, я считаю, что лишней точно не была бы. Ну и также, конечно же, компания Poco немного, но сэкономила и на кадрах. Не, в целом он выдает неплохие снимки и качества вам более чем хватит, чтобы пофоткать домашнего кота. Но все-таки далее, знаете, я вам расскажу о смартфонах, которые справляются с фотографией куда лучше. Но самое главное то, что Poco M5 на 4 ГБ оперативки сейчас можно взять за 150 долларов. Ну, а все же вот я вам советую брать вариант сразу на 6 ГБ оперативки, который стоит пусть и немножко дороже, но все-таки предлагает более стабильную производительность. И вот если, например, в предыдущих смартфонах было несколько но, то компания Realme смогла сделать ультрабюджетный смартфон, в котором вообще нет никаких компромиссов, понимаете? А расскажу я вам о Realme C55, который вышел вот совсем недавно и оказался очень сбалансированным смартфоном. Такое впечатление, что китайцы старались сделать смартфон вот вообще для всех. Вообще слушайте, Realme C55 получил большой дисплей с Full HD разрешения, а также еще и повышенной частотой кадров, так что картинка будет не только четкой, но еще и плавной. И система действительно будет ощущаться плавно, ведь Realme C55 работает на процессоре Helio G88. Не, ну он, конечно, может немножко и отстает от G99 Helio, который стоит в Poco M5, но не то чтобы сильно. Ну, как минимум он тоже позволит поиграть во все вообще проекты из Google Play с минимальными настройками графики. Ну и также хочется отметить, что Realme C55 поставляется со свеженьким Android 13, поверх которого установлена Realme UI 4.0. Ко всему, в отличие от компании Poco, Realme все-таки смогла поставить свой ультрабюджетник не только большой аккумулятор, но еще и оснастить его быстрой зарядкой в 33 Вт. Так что этот смартфон не только долго живет, так он еще и быстро заряжается. Он с нуля до ста заряжается всего за час. И при всем при этом Realme же умудрились еще и камеру хорошую поставить в 64 мегапикселя. И фотки действительно получаются добротными, как для такой цены. Знаете, думаю, что в этой ценовой категории у Realme C55 будет очень мало конкурентов, если и будет. Хотя не, погодите. Кстати, Redmi Note 12 5G, вы знаете, тоже удивляет не меньше. И вот смотря на характеристики, вообще не понимаешь, как Xiaomi смогли уложиться в такой низкий ценник. Какое впечатление, что они все уже заработали все деньги мира, а теперь просто решили порадовать людей. И сюрпризы начинаются уже прямо с дисплея Redmi Note 12 5G. Ведь экран интересен не только тем, что здесь Full HD разрешение с повышенной герцовкой, но и тем, что это AMOLED панель. Ну, конечно, пускай это не самая яркая матрица, но зато с хорошей цветопередачей и с фишками типа Always On Display. Ко всему в этот смартфон сразу поставили еще и три камеры, и можно фоткать как на основной модуль в 48 мегапикселей, точно так же на ультраширик, ну и макро. Ну и ясно идеал, что, конечно, последний здесь чисто для галочки, но вот основной модуль, вы знаете, ну даже удивил качеством фото. Все-таки здесь не только цветопередача хорошая, но еще и детализация на уровне. Ну а ультраширик здесь уже так себе, и хорошие фотки вы сможете получить только при ярком освещении. Ну и также в лучших традициях Xiaomi здесь, конечно же, есть поддержка карт памяти, быстрая зарядка и модуль NFC, а работает все это на Android 12 с новенькой оболочкой MIUI 14. Так что, знаете, за свою цену вот эта вот модель получилась прям очень годной, и если вот пованговать, то думаю, что вот эта вот модель станет самой продаваемой в линейке. А что вы думаете по поводу смартфонов из нашего сегодняшнего топа, обязательно напишите в комментариях. А также еще посмотрите вот эти вот видео, потому что они не только полезны, а еще веселые и интересные. Ну, друзья, и главное помните, что все самое интересное где? Правильно, в коробке.